Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Итоги социально-экономического развития Казахстана за первое полугодие рассмотрели на расширенном заседании правительства под председательством президента нашей страны Хасамжомар Тукаева. Открывая заседание, глава государства подчеркнул, что в целом за этот период достигнуты неплохие показатели. Экономический рост составил 4,1%, инфляция 5,1%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%. Обсудили в правительстве и реализацию поручений президента по поддержке многодетных семей, решению жилищных вопросов и снижению долговой нагрузки. О проделанной на сегодняшний день работе доложили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, глава Нацбанка, а также министры и другие руководители госорганов. Мое поручение относительно снижения долговой нагрузки в отношении граждан, которые являются неплатежеспособными, бедными. Вот текущая работа, как она проводится? Текущую работу мы с правительством разделили на два блока. Первый блок – это связанный со сверкой тех групп населения, которые вошли в зону нашей поддержки совместной. Работа будет завершена на этой неделе с Министерством труда и социальной защиты по сверке базы данных. Начиная со следующей недели и до конца июля будут предварительно подписаны договора между банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и фондом проблемных кредитов. И мы считаем, что до 1 сентября необходимые выплаты будут завершены в сторону банков. АПЕ Государственное кредитное бюро, после этого Казанжа Маркеменович, подтвердит по всем гражданам, которые вошли в список поддержки. Эту работу надо держать под постоянным контролем со стороны правительства, администрации, поскольку мы заявили об этой акции, причем, повторяю, эта акция носит единовременный разовый характер. Дальше мы увлекаться подобного рода мерами не сможем, не имеем права, но то, что мы объявили всему народу, нужно выполнить в срок и качественно. Военный склад в Арысе передислоцируют в другие регионы. Полностью завершить работы планируют к маю будущего года. Об этом на расширенном заседании правительства заявил министр обороны. По словам Нурлана Ермикбаева, перевозить боеприпасы уже начали, но объем большой, поэтому времени понадобится много. На темпы работ по вывозу боеприпасов влияет несколько факторов. Это, прежде всего, соображение безопасности с тем, чтобы провести полную проверку состояния боеприпасов, ящиков, обеспечить безопасность во время погрузки, перевозки. Во-вторых, подготовить места приема боеприпасов в других регионах нашей страны с тем, чтобы они были вдали от населенных пунктов. Кроме этого, в состоянии железнодорожных рам подъездных путей потребуется вывезти 28 тысяч тонн боеприпасов. Это около 817 железнодорожных вагонов. По плану, вся работа окончательно будет завершена до мая 2020 года. Выслушав министра обороны, глава государства отметил, он видит, что работа ведется. Последствия взрыва в Арысе устраняют. Однако, по словам Касымжу Марта Тукаева, произошло ЧП, и виновные должны быть наказаны. Нурлану Ермикбаеву президент объявил строгий выговор. Я выражаю неудовлетворение положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор. Иначе быть и не может, посадитесь, поскольку последствия инцидента очень тяжелые. Об этом говорить даже и не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили. Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии, администрации президента, Совету безопасности, следует внести предложение по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности. Эту работу нужно провести срочно. До 10 августа дайте соответствующие предложения. Но тем временем пострадавшие здания в Арысе полностью восстановят к 1 августа. На данный момент из 8 тысяч объектов капитально отремонтированы 1047. Об этом заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускинбаев. На контроле министерства ремонт каждого дома, даже получившего минимальный ущерб. Я напомню, сейчас город условно поделен на 17 секторов, за каждым из которых закреплен определенный регион республики. Вот по Владарской области, например, отведен второй сектор. Здесь расположено больше 300 жилых домов и зданий. И пока Арысы вынуждены жить в полуразрушенных квартирах. Но строители обещают привести все в порядок к указанному сроку. Более 7 тысяч домов подлежат ремонту, восстановлению. И 149 домов подлежат полному восстановлению. То есть перед началом каждого ремонта заходят эксперты, которые оценивают дом, он подлежит ремонту или же полному восстановлению. Потому что очень многие дома саманные, вы видите, старые дома. Если этот дом неустойчивый и не имеет возможности обеспечить безопасность, то принимается решение о сносе. Поэтому ежедневно эта цифра меняется. Алматы обесточен. Техническая авария на ТЭЦ-2 привела к сбоям в энергоснабжении значительной части города. И вот, как сообщает наш корреспондент Алма Уразбаева, уже восстановлена работа светофоров города на одном из участков, в котором она сейчас находится, и готова в прямом эфире рассказать о ситуации. Алма, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте. Да, сегодня действительно в Алматы отключился свет. Это произошло в 14 часов, в 14 минут, как вы уже сами сказали. Техническое нарушение произошло на ТЭЦ-2, которое обеспечивает электроэнергией весь город. Ну, почти весь город. Сразу, естественно, выключились все светофоры. На место были отправлены 450 сотрудников дорожно-патрульной службы. Они вручную регулировали движение автотранспорта, ну и пешеходов, разумеется. Аэропорт тоже был обесточен, но поскольку этот стратегический объект, у них есть своя автономная система, которая тут же сразу подключилась, и самолеты прилетали, улетали в штатном режиме. Никто там, никаких ни убытков, ни ущерба, никто не понес. Все было в штатном режиме работало. Что касается, вот, допустим, у нас в офисе, наш офис тоже расположен в здании стратегическом, это стратегический объект, здание телебашни. Был скачок, выключился свет, компьютеры, кондиционеры, но у нас тоже есть своя автономная система, мы сразу же подключились, ну и работа продолжилась в штатном режиме. Сейчас, в данный момент, ну вот как и обещали, в течение часа полутора обещали подключить светофоры, новый город тоже к электроэнергии. Светофоры все работают, все подключены, вот, а остальные здания, дома, они подключаются постепенно, потихоньку, и обещали к 17 часам подключить весь город. Угу, хорошо, спасибо, это была Алмауразбаева. Как там вот официальной информации у нас нету. Мы будем ждать, конечно, официальных комментариев соответствующих органов, и будем надеяться, что Алматы и Южный Мегаполис вернется к привычной жизни. Продолжаем. Ну а в Костанае вот проведут реконструкцию тепловых сетей и модернизацию централизованного теплоснабжения почти на 2 миллиарда тенге. На эти деньги отремонтируют котельные, магистральные сети и закупят оборудование. Из 16 проектов уже реализовано 9, в основном акцент сделан на снижении затрат и энергосбережения. На одной из котельных установлен турбонасос. Он будет работать за счет энергии пара, а не электричества, что позволит ежегодно экономить до 20 миллионов тенге. В другой же котельной переходят на альтернативные виды топлива. И всего вместо газа здесь будут использовать пеллеты. Это растительное сырье из древесных опилок, соломы и камыша. Один из котлов работает на пеллетах. Производительность котла 0,6 гигакалорий. Это денежный эквивалент, если все в переводе в экономический эквивалент. Расход одного котла 150 кубов газа в час. 150 кубов все умножить на 24 и 24 на 5 тысяч. 5 тысяч – это продолжительность часов отопительной сезоны. Мы получаем экономить 750 тысяч кубов газа. Себестоимость пеллеты куда дешевле. Павлодарские металлурги осваивают передовые плавильные технологии. На Аксузском заводе ферросплавов готовятся пустить в эксплуатацию совершенно новую печь. Она уникальна тем, что позволяет улавливать ферросплавный газ и заново его использовать на нужды печи, сокращая при этом энергозатраты предприятия. Ербул Абишев первым узнал о преимуществах масштабной реновации плавильного цеха. Реновация плавильного цеха номер 6 – это не просто обновление оборудования. Это переход на совершенно новые технологии, которые позволят гиганту черной металлургии выпускать больше продукции, значительно экономить потребление электроэнергии, а также улучшить экологическую защиту. Окружающей среды. Герметичная конструкция печи – революция в ферросплавном переделе. В отличие от устаревших открытых, новая технология имеет массу преимуществ. К примеру, часть выделяемого ферросплавного газа будет направлена на подогрев сырья и ковшей. Это на порядок снижает потребление электроэнергии. Данный агрегат позволит увеличить производительность на 28 тысяч тонн. В целом при реконструкции всего цеха позволит производительность увеличить с 328 тысяч тонн до 440 тысяч тонн ежегодно. По расчетам специалистов, потери электроэнергии снизятся почти на 20%. Это повлияет на себестоимость продукции. Более чем на 5% станет дешевле производить феррохром. Экономический эффект огромный, да и для экологии новая печь уже не будет представлять опасности. Это позволит снизить эмиссии газов в атмосферу. В процентном соотношении почти 100% очистки. Это составляет 99 и 98% очистки газа, которые не позволят выбросы в атмосферу. Автоматизированное управление обеспечит все производственные процессы. Их будут выполнять уже не люди. Электроника заменит тяжелый труд металлургов. Таких печей не существует в Казахстане. Я думаю, что даже в СНГ их нет. Это новейшая печь, более 80 мегаватт мощности несущей. Поэтому, в чем еще уникальность? Печь состоит из многоблочных подогревателей, в которых будет подогреваться шехтовый материал. В реализацию проекта Аксунский завод «Феррасплав» вложил 27 миллиардов тенге инвестиций. И это только первый этап реновации шестого плавильного цеха. В ближайшие три года предприятие намерено модернизировать еще три печи. Ирбулабишев, Самат Аспанов, Алексей Амельницкий из Павлодарской области, Хабар, 24. Увеличение транзитного потока, строительство второй взлетной полосы и открытие новых направлений. Перспективы развития столичного аэропорта обсуждают сегодня в Нурсултане на престижном международном форуме «Роутес Силкроуд-2019». Диалоговые площадки «Роутес» — это всемирно известные встречи представителей авиакомпаний и аэропортов. Они проводятся по всему миру и направлены на развитие авиационных маршрутов. В столичном форуме принимают участие более 250 представителей местных и зарубежных компаний, госорганов, а также сферы гражданской авиации, финансовых институтов, крупных международных корпораций и авиационных экспертов. По общему мнению, главная воздушная гавань нашей страны динамично развивается. Вот, например, за последние семь лет транзитный пассажиропоток через Казахстан вырос более чем в 20 раз. Сегодня он составляет 900 тысяч человек в год. Причем тенденция роста будет только сохраняться. Сегодня еженедельно осуществляется порядка 500 рейсов 27 государств мира по 98 на авиамаршрутах. То есть этот показатель растет. Только в этом году были открыты такие направления, как Прага, Уламбатар. И вот буквально несколько дней назад был открыт по поручению Вильвасы рейс Нурсултан-Токио. IT-технологии стирают границы между людьми. В столице подвели промежуточные итоги проекта IT-чми. Он направлен на социальную реабилитацию лиц с инвалидностью посредством вовлечения их в сферу информационных технологий. Лучшие команды получат гранты для реализации своих идей. Но для многих уже само участие в этом проекте стало переломным моментом. В полуфинал вышли шестеро человек. Они, к слову, открыли курсы, психотерапии, классы для обучения робототехники. Бюджет проекта – 10 миллионов тенге. Главная задача – помочь людям самореализоваться, получить нужные знания и уже в последующем трудоустроиться. IT-лагерь вдохновляет. Вот так высказываются участники. Поскольку ключевые барьеры на пути к строительству успешны карьеры для людей с особыми потребностями, обычно это неприспособленность образовательных учреждений, отсутствие методических пособий и других альтернативных ресурсов обучения. Есть ребята, которые работают в IT-направлении, есть ребята, которые проходят стажировку в IT-направлении. Например, двое человек уже должны скоро поехать в Корею в рамках LG, пройти стажировку и вернуться. То есть основная суть проекта не в том, чтобы дать средства, а дать возможности людям самореализоваться. Проектов на самом деле очень много и каждый по-своему достоин победы. Но я думаю, что те ребята, которые приняли участие, они уже победили. В октаву почти 200 военнослужащих Национальной гвардии Казахстана приняли присягу. Впереди у молодых людей служба по охране общественного порядка. Первый месяц призывники из Алматинской, Туркестанской и Казалардинской областей будут проходить начальную боевую подготовку. Специально поздравить военнослужащих приехал народный герой Казахстана генерал-лейтенант Бахаджан Ертаев. Торжественная церемония прошла на плацу военчасти 66-56. Это часть одна из старейших в области. В этом году ей исполнилось 57 лет. Служба в ее рядах почетна и престижна. Ребята поклялись при любых обстоятельствах мужественно защищать свою страну и народ, а также достойно исполнять воинский долг. Сегодня большая честь для моего внука Алиева Алпомыса принять присягу. Это большая честь для любого гражданина Казахстана служить родине. Пусть этот год пройдет успешным. Условия очень у вас отличные. Ежегодно нашей воинской части для подготовки данных молодых солдат, согласно программы разработанной, имеющейся для подготовки молодых воинов, проходит 24 дня служебно-боевой подготовки. Из них 6 дней проходят начальные военные подготовки. В Алматинском зоопарке скоро будут жить снежные барсы. Сейчас для редких кошек из Красной книги строят комфортный вольер. Но готов он будет не раньше осени. Пока в большую зоосемью, а в зверинце более 375 видов животных, принимают других питомцев. Недавно сюда переехали лемуры и шаровые броненосцы. С экзотическими обитателями познакомилась Александра Салмина. Этому малышу-броненосцу еще даже не придумали имя. Диковинный зверек в Алматинский зоопарк переехал из Чехии всего месяц назад, но уже чувствует себя как дома. У этого броненосца, у него характер такой любопытный. Кушают они замечательно у нас, хорошо. Предпочитают свершков, зоофобосом пытаются развернуться. Ну и также, конечно, в рацион питания их входят и различные фрукты, овощи. Но предпочтение, конечно, они все-таки отдают насекомым. Муравьям, термитам, сверчкам. Пару трехпоясных броненосцев привезли сюда по программе обмена зоопарков. Этот вид единственный, может вот так сворачиваться в шар при опасности. Панцирь животного легко выдержит нападки самого грозного хищника. В природе он даже норки не роет, полагаясь только на свою защиту. Здесь новых жильцов давно ждали, и экзотические обитатели сразу же понравились гостям. А еще посетители никак не могут пройти мимо вот этого милого шкодника. Он родился славой, три дня не кормилась, сидела. И потом, нельзя же так оставлять. Реально искусственник сделал, взрослый, пойдет в группу. Он всех любим, горожане, наших зоопарков. Все любит, все хочет трогать, полоткать. Он не из баловни, ребенок у нас. Король Джулиан – кошачий лемур. Они пополнили коллекцию приматов еще в прошлом году. Именно непоседы и обезьяны собирают вокруг себя больше всего восторженных детей, говорят зоопарки. А еще гости любят задержаться у великанов-слонов и поглазеть на спокойных жирафов. Кстати, многие животные вскоре планируют переселить в более комфортные вольеры. К примеру, у Мишки Акжолтая будет вот такой дом с бассейном и комнатой отдыха. Для носорогов мы хотим сделать, чтобы у нас гости могли нашего прекрасного города посещать зимой его. Мы хотим вот такую сделать реконструкцию. И там, по-моему, порядка 25-30 миллионов. Сейчас идет стадия разработки ПСД по нашим озерам, четырем озерам. На следующий год, дай бог, если нам деньги выделят государство, мы будем реконструировать их. Озера, где у нас проживает наша фламинго, утки. Но самое важное, рассказывают в зоопарке, скоро здесь будет жить главный символ Алматы – снежный барс. Чтобы поселить пару редких кошек, строят большой вольер. На экспозицию из госбюджета потратят 150 миллионов тенге. И уже осенью она будет готова. Кроме того, проводят работу по благоустройству. Ремонтируют асфальт и бордюры, меняют фонари и строят сухой фонтан. На все это запланировали больше 220 миллионов тенге спонсорских средств. Александра Солмина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. Пока к этому часу все. Новости с урдопереводом по традиции в 17 и 18.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова